Платежи достаточно высокие, процент оплаты более 90%. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Оренбурге идет без проблем. Жители областного центра понимают, жилье нужно ремонтировать, а значит за ремонт нужно платить. И платят почти все, почти без задержек. За три месяца на счету регионального оператора уже накопилась приличная сумма, порядка 80 миллионов рублей. Потому в городе приняли решение региональную программу капитального ремонта немного изменить, средства не держать до 2017 года, а пустить в работу прямо сейчас. Те дома, которые у нас стояли на 2017 год, мы начинаем сейчас тотальное обследование всех этих домов и будем предлагать жителям в этом году капитальный ремонт провести на этих домах. Область нам говорит, что в принципе мы можем себе позволить порядка 54 домов капитально отремонтировать уже в этом году. И такие планы мы сейчас будем составлять. Списки домов уже есть. Это в основном старый жилой фонд, центр города, многоэтажки, построенные в середине прошлого века и не видевшие капитального ремонта. Правда, точные адреса в администрации пока назвать не могут. Пройдет комиссия и посмотрит, куда строители придут в первую очередь. Так как эта программа составлялась и по сведениям управляющих компаний, мы сейчас будем проводить огромную работу по непосредственному обследованию каждого дома на предмет необходимости проведения этого ремонта непосредственно в многоквартирных домах. Предположительно, капитальный ремонт многоквартирных домов в Оренбурге начнется летом. Строительные компании, которые допустят до участия в программе, определят на конкурсе. Их руководители сразу предупреждают. Капитальный ремонт программы государственная, а потому спрос будет жесткий. Не только жители, не только старшие по дому или там старшие по подъезду, плюс добавляется государственная жилищная инспекция, плюс добавляется сама компания, которая эксплуатирует, и плюс стройконтроль, плюс уже КХ города Оренбурга. Правда, есть одно но. Без согласия жителей и домов капитальный ремонт в них начать не смогут. Но, как кажется, здесь противников не будет. Кому охота жить с протекающими стояками и дырявыми крышами еще два года? Юрий Мишин и Дмитрий Примачек. Наше время.